так ребята всем привет с вами александр кокин так ну что мы едем в гараж сейчас я вам это наверное уже ребят последний будет ролик по моему новому гаражу который я делаю для ремонта вот сейчас я вам покажу как он уже преобразился гараж почти доделан мне осталось сегодня провести три розетки один под ванну который буду нагревать другой под компрессор ну и розетку посередине гаража сделать с левой стороны я уже все сделал сделал перегородку где можно посидеть да там чай попить там перекусить и так далее вот так что я камеру не брал сегодня не думал что буду снимать но я освободился пораньше поэтому сейчас еду уже в гараж сейчас доеду я вам все сниму покажу вот и завтрашнего дня мы будем снимать уже ролик из утиля в идеал у нас есть автомобиль на котором я участвую еще его будем выставить загонять про него я вам расскажу я кстати про эту машину был уже обзор можете ниже посмотреть или я ссылочку здесь вам оставлю обзор вот многие кто там бежать и там обзор фигово сделал только все вот но я блин не обзорщик ну так вам как бы объяснил показал в общих чертах поэтому уж как сделал так что вот так но все ребят едем гараж доделываем и загоняем машину на ремонт погнали доделываем и загоняем машину на ремонт погнали доделаем доделаем Субтитры сделал DimaTorzok И показываю вам, как преобразился мой новый гараж Естественно, что-то нужно будет со временем поделать в нем Потому что, может быть, не все до конца сделано Обязательно пишите мне в комментариях, если кто-то увидит, может, какие-то косяки подскажут и так далее Ну и мы будем стараться ремонтировать машины Будем доделывать гараж сам, ну и так далее Поэтому обязательно, ребят, подпишитесь на меня Поставьте лайки и пишите в комментариях А мы пошли открывать гараж Поехали! Так, ну что, ребята, делаю вам обзор Почти готового гаража Ну, как сказать, можно так сказать, почти уже готов Вот розетки все сделал Все Сзади сделал Ну, тоже не до конца Но там, чтобы чай попить и так далее Компрессор внизу будет стоять У меня сейчас с этой стороны делаем розетки Вот Ну и здесь можно посидеть Вот комнатка Тоже она еще не оборудована до конца Там чайник, микроволновка и так далее Все Вот она Так что, ребят, вот так Сейчас делаем проводку до конца Занимаемся Завтра мы, скорее всего, уже снимаем из утиля Загоняем машину И приступаем уже к сваркам Покраскам, к работам и так далее Вот Как раз завтра еще дожди начинают Крыша потекает тоже Вот здесь потекает крыша Но это мы будем уже летом делать Ну, не летом Сейчас чуть снег сойдет И будем делать обязательно Потому что машину красить Как ее красить, если когда капает Вот Если не успеем сделать То салофан будем на крышу Ну, на потолок сделаем Салофан, чтобы не капало А потом уже будем что-то думать Дров у меня пока завались Печка Все работает Все Греет Вот я уже переодел Сейчас телек включим И приступаем к розеткам Когда делаю, я вам все покажу Так, господа Ну что Все В принципе, все готово Здесь розетку я тоже пустил Там сзади тоже Осталось вот сверху Пустить розетку для ванны Для тена, чтобы отогревал Вот так Столкнулся я с такой причиной То, что компрессор Не запускается Ну как он запускается Но не до конца Причина в том То, что Вот видите, капает У меня Вот Надо срочно делать крышу Так, ну что Не запускается компрессор У меня получается Он включается До 5 бар доходит И вырубается Ну это скорее всего Из-за того, что Плохая Энергия Короче, здесь Вот Нужно, наверное Скорее всего Покупать стабилизатор Сюда Вот Я сейчас погуглил Посмотрел Стабилизатор Мне вообще посоветовали Покупать на выходе 10 тысяч Ампер Там, по-моему Что-то такое Вот Я как бы в электрике Не очень прям силен Ну так Более-менее Вот Надо будет посоветоваться Напишите мне В комментарии Какой лучше купить Стабилизатор Или может у кого-то есть Такие стабилизаторы Ненужные Лежат Может быть Куплю Как бы Вот Поэтому Сейчас мы розетки До конца Все доделаем Все С гаражом у нас покончено Осталось вывезти Вот эту вот Всю хрень Ненужную Вот И мы уже Можем загонять автомобиль Так что Как-то так Ой Ну и все Че Вот Ребят Такой гараж У нас получился В принципе Все готово С учетом того Какой был Гараж Стал по-другому Все Свет У нас везде Все горит Все работает Розетки Все И так далее Теперь мы Занимаемся Компрессором И завтра же Мы Скорее всего Будем уже Наверное Загонять машину И уже Разбирать Чинить И так далее Будем снимать Утиль в идеал Так что Ребят В процессе Уже видосов Я вам все покажу Еще с гаражом Что доделал Что не доделал Вот Поэтому На этом Наверное Ролик у нас Заканчивается По Моему новому Гаражу Вот И начинается У нас Из утиля В идеал Это у нас Наверное Много Кто ждал Что за машина Да Вот Ребят На эту машину У меня Был уже Обзор Я вам уже Сказал Вот Это у нас Машина 98 По-моему Или 98 Года Или 96 Надо посмотреть Точно В паспорте Вот Это у нас Chevrolet Blazer Вот он Так Ну что Ребята Все Мы загнали Chevrolet Blazer На ремонт Сейчас мы Будем Переодеваться И Будем Заниматься Уже Этой Машиной Нам нужно Много Что с ней Сделать Очень Много Нам нужно Будет Ее Покрасить Нам нужно Будет Ее Варить Да Много Короче Это будет У нас Первая Часть Из утиля В идеал Шор Роле Blazer Так Что Ребят Погнали Сейчас Мы Разбирать Будем Машины Снимать Двери Зеркала Все Будем Снимать Нам Предстоит Такая Большая Работа Нам Нужно Будет Варить Пороги На машине Потому Что Порогов Здесь Тоже Нет Вот Они Порогов Нет Мы Будем Наверняка Делать Из чего То Другого Будем Придумывать Снимаем Пороги Снимаем Передние Колеса Все Будем Снимать А также Будем Делать Передние Арки Вот Подарки Мы Уже Купили Тоже Не Шевроле Будем Переделывать Уже Будем Придумывать Вот Короче Мы Полностью Будем Грубо Говоря Полностью Будем Переделывать Кузов Из Шевроле Блейзер Под Какие-то Жигулевские Арки И так Далее Вот Потому Что Заказывать На него Арки Я думаю Нет Смысла Пороги Тоже Нет Смысла Потому Что Можно Много Где Найти Похожее Либо Где-то Что-то Подрезать Под Варить Подогнуть И так Далее У нас И называется Из утиль В идеал Потому Что Мы Придумываем Можно Так Скать Все Своими Руками Вот Ну И В принципе Наверное Скорее Всего Будем Покупать Железо Будем Выкинуть Будем Выкинать Сами Будем Сами Все Делать И так Далее Вообще В принципе Пороги Они Как бы Более-менее Нормальны Снизу Они Подгнили Сами Пороги А вот Если Сейчас Я вам Покажу Если Вот Тут Посмотреть То Тут Пороги Еще В идеале Они Даже Не Гнилые Ничего Вообще Не Ржавые Тут И Делал А вот Снизу Вот Этот Кусок Его Можно В принципе Также Знаете Жигулевские Есть Пороги Который Можно Вот Так Вот Срезать И Варить Вот Здесь В Линию Но Нам Нужно Снять Лестницу Саму Подерж Вот Это Ну И Так Далее Короче Будем Уже Смотреть Вот Двери У нас Кстати Ребят Двери Вообще На нем Идеальные Снизу Тоже Не Гнилые Ничего Вообще Вот Смотрите Двери Двери Идеальные Внутри Что У нас Съема Коррозия Это У нас Вот Пороги Арки Ну И По Кузову Есть Жуков Много Вот Ну Что Ребят Приступаем К работе Делаем Мы Точнее Даже Мы Наверное Скорее Все Разбираем Салон Ну Я Посмотреть Надо Потому Что Ну Еще Пока Точно Не знаю Днище Вообще По моему Тоже Идеальное Днище Потому Что Они У них Тоже Не гниют Они Оцинкованные У них Нужно Посмотреть Будет Что Она Реально Хорошее Днище Не гнило И так Далее Вот У нас Пока Идет Работа По Кузову Это Арки Передние Задние Арки И Сами Пороги Вот Потому Что Задние Арки Сейчас Вам Тоже Покажу Задние Арки Это У нас Вот Видите Это У нас Задние Арки Вот Это Вот Тоже Нужно Будет Варивать Когда То Они Только Заржавели Вот Я Здесь Видите Здесь Черным Сделано Я Здесь Зашкуривал Ржавчину Но Это Было Очень Давно Уже Наверное Года Три Назад Я Зашкуривал Ржавчину И Я Не Помню Шпаклевал Я Не Шпаклевал Но Я Не Воксидку Ничего Не Ложил Я По-моему Зашкурил Зашпаклевал Зашкурил И Просто Положил Грунт Все Это Было Где-то Три Года Назад Здесь Был Паук Такой Большой Я Его Зашкурил И Загрунтовал Ну И Как Видите То Что Грунт Естественно Он Не Держит Он И Не Будет Держать Вот Но Нам Нужно Что Сделать Нам Нужно Сделать Это Срезать И Сделать Уже Новые Арки Так У нас Здесь С Этой Стороны Здесь Они Ну Нормально Не Гнилое Вот Это Пойдет Гнилое Тут Уже Отсюда Но Чтобы Нам Нормально Ребят Сделать Мы Будем Полностью Обваривать Полностью Менять Потихоньку Разбирать Снимать Двери Потому Что Двери Тоже У нас Просели Причем Нормально Они Просели Двери Вот Видите Она Не Закрывается Видите Нужно Приподнимать Вот Так И Закрывать Так Что Как То Так Ребят Ну Все Приступаем К Разбору Машины Снимаем Начинаем С правой Стороны Снимаем Бампер Снимаем Задний Бампер Снимаем Колеса Снимаем Короче Все 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 Снимаем Чтобы Нам Удобно Было Подлазить Ко Всем Деталям Так Что Приступаем Поехали Разбираем Машину Вот Снимаем Бампер Блин Не могу Снять Бампер Не понимаю Я все Я все Гайки Уже Открутил Блин Камера Трясется Рука Точнее Вот Фары Все Вот сейчас Снимаю Бампер Не пойму Я открутил Снизу Две Гайки Сверху Два Болта Открутил По бокам И бампер Все равно Чем-то Держится Здесь Нигде Нету Ни снизу Ничего А чем-то Держится Хер его знает В итоге Сейчас Снимаем Бампер До конца Вот Колеса Я тоже Все Снял Уже Вот Сзади Спереди Снял Колеса Вот Сейчас Идем Так Дальше Потихонечку Разбирать Машину Вот Подножку Сейчас Тоже Снимем Зеркало И попробуем По поводу Дверей Двери Очень тяжел Я не знаю Я смогу Один Я снять Не смогу Но их Наверняка Сто процентов Надо будет Снимать Чтобы мне Варить Удобно Было Порог В принципе Здесь Можно даже Не снимать Двери Потому что Если дверь До конца Открыть Как бы Порогу Все нормально Двери Большие Вот Ну Я так думаю Лучше Наверное Снять Потому что Они провесли И там Нужно Втулочки Такие Покупать Либо Самому Как-то Из чего-то Придумывать Чтобы Дверь Ровно Была Так что Сейчас Будем Смотреть Вот Ну Мы пока Продолжаем Заниматься Бампером Передним Поехали Сняли мы Бампер Блин Я Замучился Короче У него Получается Если вы На шевроле Блазере Будете Снимать Передний Бампер То у него Получается Слева Справа Болты Снизу Сверху Посередине Болты Это Вот они День Вот И с учетом Того Смотрите Что у него В каждой Вот Такое Отверстие У него Знаете Такие Пластмассовые Защелки Когда вставляешь Бампер Ончик Опускается Их Снизу Не подлезть Сверху Не подлезть Вот вообще И вот Я вот Отсюда Вот Такое Как Пальцем Достало Начелкнулось Дальше Отверткой Вот так Пошел 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 И все Бампер У меня Отщелкнулся И он Раз У меня упал Сам Все Вообще Ужас Придумали С одной Стороны Это прикольно Вот То что Даже если Бампер Открутить Он у тебя Хрен Куда Денется Но С другой Стороны Сами Смотрите Вот Ну что В принципе Подбираемся Мы уже В передней части Арок Где можно Уже В принципе Начинать Даже уже Срезать И что-то Варивать Новое Вот Поэтому Приступаем Погнали Ребята Снимаем Мы подножку Блин Вот честно Сказать Я не знаю Нафига Так делать Блин Ну короче С одной стороны Гайка С другой С другой С другой С другой Получается Такой Кругляшок Да Но он Без Какой-то Грани И так далее И он Короче Прокручивается Приходится Снимать Срезать И вот Естественно Портим Немного Но это Ладно Особо Незаметно Я стараюсь Маленьким Кругом Болгарки Сделать Треугольник И потом Сбиваю И вот У нас Получается Грубо говоря Сейчас я вам Покажу Вот он Гайка Точнее Болт Вот он И вот Я его Сбиваю Потому что Его уже Открутить Нереально Проще Наверное Я даже Не знаю Чтобы красиво Было Можно будет Ну что нибудь Придумаем Чтобы не торчала Да Вот эта шапка Да даже Тоже шапку Можно сделать Под ключ Какой нибудь Чтобы Если нужно будет Открутить Подножку То мы Короче Держим здесь Сверху ключом А снизу Будем уже Крутить Трещоткой А так Потому что Вообще Идиотизм Получается Не открутить Ничего Но приходится По любому Срезать Потому что Больше Ничего Не сделаешь Вот Сейчас Мы подножку Скидываем У нас Получается Почти Правая сторона Уже готова И мы можем Уже посмотреть Что нам Нужно варить Естественно Мы начнем Сейчас Скорее всего С передних Арок Будем продолжать Порогами Пороги Заднюю арку Ну и Уже будем Смотреть По дверям И так далее Особо Как бы Торопиться Не будем Потому что Эту машину Нужно Сделать Хорошо Чтобы Если ее Продавать Следующий Хозяин Как бы Посмотрел Понял Что хорошая Машина Вот Что сделана Она на качестве Ну в принципе Изначально Как бы Стараюсь Машины Делать лучше Вот Хоть я Как бы Перекуп Типа того Я покупаю Машины Не пеной Захерачиваю Пороги Как делают Перекупы А зафигачиваю Нормально Порог Усилитель Соединитель Днище Ну как вот Положено Промазывать И так далее Вот Даже если Где-то есть Небольшие Косички Так что Вот так Ну все Ребят Мы едем Дальше Снимаем Порог Вот Дальше Я включу И вам все Покажу Господа Опа Тын-дын-дын Все Ножечко Снялась Подножечко Слушайте Я знаете Что посмотрел Ребят Порог В принципе Вообще Кстати Нормальный Снизу Идеальный Вот смотрите Снизу Порог Вообще Просто Я не знаю Мощанный Я сейчас Затряслось Я сейчас Побил Отверкой Молотком Он даже Не гнется Потому что Толщина Вот такая Вот Примерно В итоге Короче Подгнило Только Вот здесь Я так думаю Я попробую Сейчас Ну вот Как буду варить Попробую Короче Вырезать Срезать Вот так И снизу Срезать И вот такую Пластину Сюда варить Такую пластину Вообще Можно варить Любую Не обязательно Даже Какой-то Порог Покупать Можно Знаете Есть Профиль От него Продаются Такие Пластиночки Вот я думаю Можно будет Попробовать Вообще Вот этими Пластиночками Сделать Пластинку Взять Под размер И варить И у нас Получится В принципе Тот же Самый Порог Один в один Получится Потому что С учетом того Что Порог Снизу Нормальный И сверху Вообще Идеальный Я думаю Можно Будет Сейчас Я вам Покажу Можно Будет Вот так Срезать И вот так Верх Срезать И вот Такую Пластину Наварить И варить Можно Ее Ну Естественно Когда я Все это Срежу Я там Зачищу Все Промажу Налью Туда Мастики И потом Уже Варю Вот эту Пластину И Эту Пластину Она Будет Там Миллиметр Полтора Наверное Два Вот так И она Будет Намного Поэтому Мы сейчас Ребят Будем Заниматься Передним Крылом Точнее Аркой Вот Сейчас Я вам Покажу Что мы Купили И Будем Уже Посмотреть Примерять Подойдет Ли вообще Нам Вот эти Арки Так Есть Арки У нас От Мерседеса От Мерседеса Получается 124 Арки У нас Есть Сейчас В принципе Мы можем Будем Примерять Смотреть Как у нас Вообще Подойдет Это Не Подойдет Вот И Также Мы Еще Купили Сейчас Я вам Покажу И Получается У нас Мы Купили Вот Такие Это Назад Арки Но У нас Он Весь Не Подойдет Мы Будем Срезать Только Вот Эти Вот Места Вот Это У нас На Волгу По Моему Арки Вот Ну Естественно Дальше Мы будем Уже Смотреть Ребята Как Что У нас Подойдет Ну Где-то 100% Не так Уж Как Хотелось Подойдет Те же Арки Наперед Назад Вот Мы Будем Скорее Всего Уже Сами Подгибать Сами Будем Уже Выгибать И Где-то Подварить Где-то Закладывать И так Далее Короче Предстоит Такая Ну Долгий 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 Процесс Вот Если Вы Скажете А что Не взять Блин Найти Крыло На него Бушное Нормальное Купить Но Опять Ж Ребят Это Купить Это Рубля Три Да Вот Это Железо Стоит У нас В посаде По-моему 350 Рублей Одна Арка Вот Грубо Говорят Четыре Арки Это Вот Два Рубля Вот Это У нас Получается Два Рубля Два Рубля Грубо Говоря Да Можно Было Купить Но Это Опять Одно Крыло У нас Задние Крылья Получается Будут Два Три Я По-моему Узнавал Три Триста Что-ли Три Четыреста Бушные Можно Найти Вот Передние Будут Два Там Тоже Чем-то Рубля Тоже Бушные Но Опять Бушные Они Там Тоже Продаются Крылья Например Где-то Основной Есть Небольшая Ржавчинка Это Опять Задел Да В принципе Можно Было Там Купить Но Это Дать Грубо Говоря 8 Рублей За Крылья Зачем Если Можно В принципе Срезать И Варить Например Арки От Другой Машины Они Здесь Не Будут Отличаться В принципе Никак Они Будут В принципе Знаете Как Немного Шире Чуть Вылезать Знаете Как Вот Так Полукругом Это Наоборот Хорошо Потому Что Здесь Арки Блейзер Они Видите Как Идут Они Без Выноса Они Просто Вровень Арка Вровень У нее Нет Как Знаете На Жигулях Выемки Нет Они Вровень А Теперь Мы Сделаем Что Они Будут Это Уже Как Может Быть И Прикольно И Будем Смотреть Знаете Что Ребят Все равно Получится Намного Лучше Чем Ездить Вот Так Есть Ну Как Я вам Скажу Не Просто Она Ровная Но Есть Такая Небольшая Выемка Ну Не Как На Жигулях Или На Других Каких Тоже Паре Где Они Реально Вот Так Выходят Поэтому Сейчас Мы Будем Пробовать Вырезать Переднее Крыло Будем Примерять От Мерседеса И Будем Смотреть Подходит Они Нам Или Нет Погнали Сейчас Мы Что Будем Делать Будем Попробуем Примерить Арку Вот Она От Мерседеса Арка В принципе Я Сейчас Примерил Пока Вам Не Показывал Она В принципе Вообще По сути Как Вылетая Ну Вот Так Естественно Ну Мы Будем Чуть Обрежем Ее А Так Она В принципе Вообще Прям Блин Как Сюда Вот Есть Там Небольшие Нюансы Которые Нужно Будет Сделать Но Сейчас Будем Срезать И Уже Будем Решать Так Срезали Мы Арку Вот У нас Как Получается Здесь В принципе Все нормально Не Гнилое Это Я Вот Это Сейчас Срежу То Что Концовка Уже Ну И Там Можно Мавили Чей Профигачить Вот У нас Мы Обрезали Все Покажу Застрял Палец Застрял Вот У нас Как Получается Вот 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 Она Арка Половинка Будем Делать Будем Делать По Кусочкам Ребят Сейчас Я Зашкурю Вот И Попробую Уже Приварить Сейчас Приварю Посмотрю Как Что Ну Пока На Прихватке Чтобы Было Понятно Что И Как Чтобы Более Менее Ровно Уже Арка Шла Так Что Как То Так Поехали Ну Что Господа Зачистили Мы Где Будем Обваривать Там Внутри Я Все Зашкурил Внутри Отбил Все Гнилье И так Далее И Вот Таким Вот Антикором Мовилю Точнее Даже Вот Такой Вот Туда Напрыскал Чтобы Больше Не Гнило Вот Здесь Тоже Ну Там В принципе Все Нормально Вот Сделал Чтобы Как бы Дольше Прожила Сама Арка Вот Сейчас Будем Пробовать Уже Ставить На место Обваривать Кусок Арки Вот Ну Я вам Наверное Снимать Не буду Ребята Потому Что Смысл Ну Что Тут Приложу Вот Пару Искор И Все Поэтому Сейчас Я доделаю Я вам Включусь Покажу У нас Как Получается Сделал Я пока На Две Приварил Вот Так же Мы сейчас Сделаем Сзади Вот Здесь У нас Кусочек Вот он Остался Будем Примерять Как Что Сделать Вот Ну И В принципе Можно Будет Потом Обварить Вот Так же Будем Потом Шпаклевать Убирать Все это Все швы И так Далее Поэтому Продолжаем Ну Что Вот Что То Типа Того Еще Конечно Не до Конца Все Ребят Но Арка Уже Готова Еще Где-то Надо Будет Подрезать Посмотреть Как Правильно Подогнуть Где-то И так Далее Но Уже Арка Готова Вот Арки От Мерседеса Встают В принципе Почти Ровно На Шевроле Плейсер Вот Сейчас Я Что Сделаю Ребят Обварю Ну Естественно Я полностью Не обварю Я ставлю Точечками Тут Тут Ну Где-то На таком Расстоянии Потом Все это Зашкуриваю Выравниваю Вот И потом Где надо Шпаклевать Шпаклюю Стараюсь Шпаклю Толстую Не ложить Вот Ну А там Как Получается Грубо говоря Делаю Вот Ну Такие Слоя Не делают Сто процентов Так что Ребят Я продолжаю Обваривать Сейчас Я все Обварю Вам покажу Ну Что Вот Ребят Как У нас Получается Вот Она Арка Сварил Все Никуда Не денется Сейчас Буду Дальше Обваривать Все Это Потом Зашкуривается И Красится Вот Как-то Так Ребят Снизу Вот Эту Вот Щель Мы Заделаем Выровняли Здесь Все Швы Сделали Вот У нас Получился Порог Точнее Арка Все Останется Ребят Нам Ее Зашкурить Арку Ну И В принципе Я думаю Наверное Все Арка У нас Готова Мы Продолжаем Дальше Делаем Порог Заднюю Арку И так Далее Вот Сейчас Мы Зашкурим Арку Да И Все В принципе Так Ну Что Господа Мы Все Сделали У Нас Арочка Готова Вот Она Арка У Нас Все Мы Ее Зашкурили Все Сделали Сейчас Мы Будем Шпаклевать Зашпаклюем Ее Сразу Ж И Все И пусть Она Сохнет Шпакля Вот Потом Мы Займемся Уже Порогом Вырезаем Порог Вариваем Новый Порог Потом Заднюю Арку И потом Все С этой Стороны Мы будем Зашпаклевывать И Зашкуривать Вот Ну Короче Так Постепенно Все Будем Делать Так Что Ребят Как То Так Все Передняя Арка Готова Вот Арки От Мерседеса Почти Подошли Вот Ну Нужно Было Конечно Чуть Сделать Разделить Я Получается Как Разделил Арку Пополам Вот Пополам Разделил Выровнял Приварил Прихватил Вот Сделал Вторую Также Выровнял Прихватил Посмотрел Вроде так Визуально Вроде более Менее Ровно И взял Обварил Все В принципе Лучше Так Чем Было Правильно Ребят Так Что Сейчас Мы Зашпаклевываем Беру Я шпаклевочку Вот И Мы Будем Уже Шпаклевать Вот Такая Вот Шпаклевочка У нас Сегодня Не Получится У меня Зашпаклевать С этим Переездом Куда-то Я Короче Положил Тюбик Отвердителя Завтра Поеду На воду Наверное Его покупать Я точно Даже не знаю Продается Вот он Отдельно Тюбики Или нет Завтра Спрошу Короче Продается Нет Если не Продается То придется Покупать Уже Шпаклевку Саму Вместе С тюбиком Нам Тюбики Это тоже Блин Даются Такие Маленькие Но я думаю Наверное Должны быть Они Отдельно Продаваться Потому что Многим Не хватает Этого Тюбика Да Вот Покупают Не шпаклевку Опять Покупают Целую Вот Сейчас Поеду Может быть Попробую Посмотреть Что-то в глаз Попало Вот Так что Ребята На сегодня Наверное Все Это у нас Получается Скорее всего Первая часть Из утилев Идеал Уже Хочу сказать Вас 21 Там 0.7 Или 21.10 Но нет Это первая часть Chevrolet Blazer Так что Ребята Всем спасибо Кто меня смотрит Обязательно Поддерживайте Мой канал Подпишитесь Поставьте колокольчик Чтобы не пропустить Самые интересные ролики Вот Всем пока И до следующих Роликов Всем пока Ребята Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok